Стадион трудовые резервы перестанет быть заброшенным объектом и к концу следующего года претерпит первые серьезные изменения. Это сегодня дали четко понять власти области и города на выездном рабочем совещании, прошедшем непосредственно на стадионе. Как будет постепенно преображаться облик трудовых резервов в репортаже Романа Четверикова. О трудовых резервах в последнее время то и дело вспоминали лишь благодаря судебным тяжбам, идущим между пятой спортшколой и пермским обществом юность-вятки. На бумаге оно владело стадионом как объектом недвижимости. Сами же футбольные поля с 2009 года были в собственности города и отданы в бессрочное пользование ДЮСШ-5. Споры двух сторон еще продолжаются, но по заверениям директора школы Евгения Душкина, окончательное решение будет вынесено судом в пользу кировчан. Поэтому на этом оперативном совещании сразу стали говорить о первых уже сделанных шагах по восстановлению спортивного объекта. На сегодняшний момент решением Кировской городской думы выделены средства на начало реконструкции стадиона трудовые резервы. Проект сделала МЖК «Родина». Он сейчас находится на проверке в УКСе. Соответственно, как только выйдет заключение управления капитального стратегиста города Кирова, мы объявляем конкурсные процедуры на реконструкцию верхнего поля и укладку покрытия. Искусственный газон стоимостью более 8 миллионов рублей уже доставлен на склад в Кирове. Но прежде чем начать его застилать, нужны подготовительные работы, а они стоят куда больших денег. По примерным подсчетам, капитальное обновление основного поля трудовых резервов обойдется примерно в 20 с лишним миллионов рублей. И сдать его необходимо до конца следующего года. В противном случае поле может отправиться обратно в столицу. Содействие необходимое, организационное мы окажем. Понятно, что для укладки поля это будут деньги городские. А вот по дальнейшим мероприятиям, к сожалению, есть пока юридическая неопределенность со зданиями. По дальнейшим мероприятиям мы уже будем смотреть механизмы софинансирования и с области, и с федерального бюджета. Исходя из сказанного, речь идет даже не о реконструкции стадиона, а о его строительстве. Оно коснется второго мини-футбольного поля, восстановления трибун и остальных частей комплекса трудовые резервы. Наша задача, чтобы здесь не появился какой-то там коммерческий объект, а чтобы здесь остался стадион, и чтобы здесь могли заниматься дети. Именно в плане и реконструкции всех вот облагов как раз здесь по проекту и должен быть спортивный объект. Роман Четверяков, Максим Козлов, Вести Киров.